Ватсап 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 Что такое ватсап? Сейчас покажу У меня сейчас, благодаря моему брату Я теперь могу нажать и оказаться вот тут вот последнее письмо я делал то что вы попробуйте в телефоне толком объяснить сейчас брат мы с ним как это уголовый змей один насчет садовод другой компьютер сидит результат с этого момента и отвечаю на вопросы ватсапа а то я все говорил пишите вот кстати пиши проще только сейчас вот и все минуты пришло это свежее письмо посмотрим персик и сквозь лута видимо кто-то из вас кто участник вебинара 10 минут саблет и прислал сейчас доберемся доберем доберем так но я должен ответить человеку тем более что внимание у человека зацвез абрикос серафим пишет это потрясающе во второй год вот действительно потрясающе но тем не менее во первых поздравляю поздравляю дальше смотрим а чеки даже мои старые лекции смотрел в лекции вы говорили что удаляете первые цветки у я бы абрикосы тоже удалять вот тут мы другого не поняли наоборот я самый ярый противник не то что цветка цветки удалять регулировать урожай через один еще как-то я бы не подходить я даже обещал руки вам отрезать с помощью секратора или там если кто-то возьмет за счет и даже автору скажу если случайно окажутся рядом а вот эти цветочки ломайте бойтесь вот я этого не прощу ответ отрицательный не подходить и никогда не говорю что удаляю первые цветки у я бы никогда до распространенный агроприем но и ошибочный примерно 15 процентов сада уничтожили мыши которая осенью сгорелся кору молодых берется до головная боль значит я избавился от мышей только тогда взрослые деревья не боятся мышей а молодежь до 5-6 лет боится значит что я делал элементарно питомник был не маленький 5-10 килограмм отравленных зерна раскладывал по бутылкам с таким горбом полиэтиленов чтобы туда не прописали не смогли отравиться птица а они туда залазили смотришь не тронутая через три метра смотришь съедено то есть обход делаешь еще вот едят обычно ближе к весне то есть то есть это самое можно и перед большим снегопадом их фактически уничтожить мыши лучше делать жрут ведь деревья установлено составляет или когда тает ранней весной но можно опоздать чуть растаял они уже сажен с изумечен и так отравленное зерно вот а все несколько способов я про это говорил вот 15 процентов это вообще повезло в лекции вы говорили что лучше насыпать нормального зерна рядом с деревьями чем отраву для мышей да вы далеко это где-то вы копали многолетней давности мои эти лекции лучше насыпать нормального деревья не рядом с деревьев я это самое ну тут тоже вроде бы и так и не так значит у меня мыши съедали овощи фрукты в этом погребе другого погреба не было там же и черенки хранил прогрызали полиэтиленовые пакеты а черный пакет так вообще даже ели потому что не просто там дырочку сделали залезть равно вот так вы и дали вот такими кусками кому-то они сами пакеты любят есть и тогда я пационе что начал делать и поделился с вами погребе где все экологически чистое и фрукты и овощи все лежат вот приближат еще черенки которые никак не убережешь от мыши я уже подумал сам для себя не для вас я просто поделился взял килограмм чистого зерна не отравлено насыпал жирите только не трожьте это все таки отравленное зерно в продуктовых погребах это аномалия ну и вы опять задаете вопрос как лучше защитить будущее осенью молодой коры деревья наверное кроме отравленного зерна есть еще влагопростика долнатова вонючая можно ей это выписать долнатова вот так вот окружить вот какой тряпкой типа поясом окружить саженец пропитать вот по моему не полезен не проверял но знаешь что долнатова это рекламировал это два автоптывание есть такой способ обычно перед весной уже когда снег начинает таять все мыши под снегом они не любят открыть их пространство тогда обтаптывают и допустим наступил метр от дерева оптоптал это даже вот я видел это самое в саду саду у этого под красноярском у память не такой приема не просто брали делали вокруг дорожку а накидывали это самое насажение закидывали это же всех получалось вот так а потом дальше меня за фотографией дальше открыто пространство и от мышей защищали его от висения раннего просыпания это все больше ничего добавить не могу следующий момент две привыкли груши дали рост просто чудеса поздравляю большое спасибо за ваше усилие за вклад борьбе сибирской садовой пустыни и как попасть в вебинар я очень надеюсь что человек на вебинаре присутствует я вам объяснил там дайте гостевую гостевую есть объявление и наконец секунды назад появилась вот это вот вот персик выросли скотчика на лтань так вопрос чей персик меня интересует мои если мои значит ждем урожая вообще интересует все интересует допустим даже не моя как вы дошли до такой жизнь почему не замерз укрывали не укрывали как укрывались укрывали вот откуда персик вот из косточек привиты не привиты в железо выписали может быть еще где-то потому что может быть косточку купили на рынке и даже учитываясь аккуратно все это аккуратно укрывать чтобы не сопрели можно даже с магазина косточки иметь вот такие плоды и такие случающие бывают короче на данный момент я одни вопросы задал а вас все равно поздравляю вот у вас будут персики они самоплодные наверняка дождетесь теперь дождетесь урожая если не убьет заморожки так возвращаемся обратно а